здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала зовут меня Женя вы на моем канале счастье в нас самих и сегодня как и каждый день давайте нарисуем наше завтра давайте же посмотрим что нам лучше всего делать чтобы наше завтра было продуктивным ну и конечно счастливым ведь это все в наших руках помните якобы в прошлых видео видео вам прошлых роликах простите у меня то английский то русский потому что снимаю на обоих языках сейчас и бывает конечно в голове каша так вот прошлых роликах я вам давала практику как же сделать каждый день лучшим днем когда вы просыпаетесь еще до того как вы открыли глаза первые фразы которые вы себе говорите сегодня самый лучший день моей жизни и улыбайтесь и конечно же говорите себе комплименты и конечно же говорите себе какой вы прекрасный прекрасная и что вы достойны самого лучшего и вот с таким настроением вы идете чистить зубы приводить себя в порядок завтракать и дальше рутина которая у нас каждый день кто-то едет на работу кто-то идет на работу а если не рабочий день то занимаемся уже другими вещами но вы задаете тон своего дня и вот так вот делая каждый день со временем это войдет в привычку привычка ведь привычка это вторая натура и вы знаете это высказывание поэтому почему бы не обрести хорошую и счастливую привычку ну что дала вам еще одну практику пока говорила давайте рисуем наше завтра вот завтра если действительно вы не скажете себе до открытие глаз что все прекрасно и все хорошо какие-то прошлые я вижу я понимаю что она же не сразу все срабатывает и большинство из вас наверное и не делает этого не пытается изменить свое внутреннее состояние поэтому вот такие происходят коллапсы по-русски тоже это слово используют поэтому я его использую вообще-то английское слово и оно говорит откат назад откат назад в ощущениях в эмоциях в настроении и соответственно довольно такие воинственное состояние может быть у вас в этом состоянии решать что-то бесполезно бесполезно принимать какие-то решения бесполезно что-то я вам честно скажу бесполезно что-то делать потому что если вы все-таки вот в этом состоянии будете что-то делать все будет валиться из рук все не будет так как вы хотели, все не будет работать так, как вы хотели. Знаете, вот когда мы в таком состоянии, даже гаджеты начинают глюкать. Глючить. Глюкать. Ну, сказала. Простите. Так вот, если вы все-таки не попытаетесь изменить свое состояние, вот будьте готовы к тому, что все будет лететь из рук, все не будет идти по плану и все, что вас раздражает и будет вокруг вас, потому что то, на что мы направляем наше внимание, то, на чем мы концентрируемся, то и соответственно приходит. Вот. Даже если бывают какие-то, вы знаете, вот даже с моей дочерью в какой-то момент она все-таки начала работать над собой, начала работать над своим внутренним состоянием и все пошло, знаете, как парабола, как волны, только очень такие глубокие и высокие волны. Если взлет, то взлет, а если падение, то действительно падение. Пока она продолжала, она, да, она, конечно, взрывалась, она, конечно, говорила, мама не работает, мама не работает, но я ей все время говорила, продолжай, продолжай, бей в одну точку. И вы знаете, пришел такой момент, когда вот эти волны стали менее высокими, вот эти провалы стали менее глубокими, она еще работает, еще, еще и еще, она продолжает, это берет большое количество времени, но сейчас она уже понимает, осознает и верит, что это все помогает. И это все работа над собой, ни над кем, ни над чем. Вы не можете изменить ситуацию иногда. А если можете, то почему вы это не делаете, а просто втянете по поводу ситуации. Ты можешь изменить ситуацию, меняй ее, если не можешь, измени отношение к ней. Вот это главный ключ, один из главных ключей. Смотрим дальше. Ну вот, я вам уже сказала, что ощущение, вот это, кстати, если дело касается отношений, если чувство ревности вам не поможет, раздражение и ревность, оно принесет только еще больше причин для раздражения и для ревности. А ревность может быть как в отношениях, так. Знаете, вот иногда бывает, я знаю, что иногда бывает у людей, разные мы все, мы видим, что сосед купил машину, например, новую, красивую, может быть, даже очень дорогую машину, и вместо того, чтобы порадоваться за соседа и сказать себе, ты тоже можешь, только тебе надо изменить вот это, вот это, вот это, мы начинаем, ой, и начинается вот это пропесочивание, которое отдаляет нас от этой машины за тысячи километров. И машина это только пример, ведь вместо машины может быть кто угодно или что угодно. Помните об этом. Поэтому давайте же мы нарисуем отсутствие ревности и раздражения. А как я вам уже сказала. И тогда избавимся от вот этих всех чувств, и тогда и наше состояние улучшится. И все, что происходит вокруг нас, тоже улучшится. Ну что, рисуем дальше. А тут вы знаете, мне кажется иногда, не всегда, но иногда мне кажется, что пока вы смотрите мое видео, вы напитываетесь моим позитивом и моими советами. И вот конец дня очень часто, не всегда, но конец дня очень часто приводит к тому, что вы радуетесь. Вот здесь немножко, конечно, другая символика у карт, но девятка кубков это радость. и радость от всего того, что окружает нас. А по крайней мере, если смотреть именно в этой колоде, по крайней мере, ощущение спокойствия и, конечно же, ощущение наполненности. Вот примите это спокойствие и наполненность и закончите день именно так. Продолжение следует...